Кто не смотрел сериал «Чёрное зеркало»? Офигенское! Там, короче, смысл в том, что каждая серия — это как отдельный фильм, и с какой-то такой задумкой и идеей интересной. Я просто начала сейчас смотреть третий сезон, вспомнила, как это было круто, и от первой серии я вообще просто в восторге, мне она очень понравилась до глубины души. Короче, смотрите и пишите мне, что вы думаете об этом сериале. Мои хорошие, короче, я покрасилась, ну, это следующий день уже дня, после того, как я вам показала краску. Короче, я вам покажу, я вообще всё испортила, девчонки. Короче, на собственном опыте я вам не рекомендую вообще экспериментировать дома с волосами. Мне их теперь так жалко, но слава богу, что у меня было всё мягкое, как бы не сильно. Но в целом вот с этой стороны ещё более-менее, видите, мои корни остались. Это вот хорошо вам на свету показывают сейчас, да, вот высветлилось, но оно стало каким-то жёлтеньким по сравнению с тем, что у меня здесь. В общем и целом, может быть, эта сторона ещё терпимая, да. Вот мои волосы, вот. Но вот здесь у меня, короче, пятна, вот, которые я вижу, видите, вот пятно. Ну и вообще какая-то я стала не блондинка, какая-то тут рыжеватая, мои корни, тут вообще светленький блондик вообще такой. Короче, мне вообще не нравится, что получилось, хотя на видео вроде бы, знаете, ничего так смотрится, но в зеркале это отвратительно. И сейчас я в салон пришла. Покажу его сейчас. Вот он. Ай, нет, так не видно. Сейчас покажу. Вот он салон. Видно? Вот он салон красоты. Вот он. Вот он. Красивый такой. Натали называется. Вот. И там хорошая мастер, которую мне посоветовали. Я ещё ни разу у неё не была. Вот. Не буду, наверное, там снимать особо, потому что вообще будет неудобно. Я больная. Представляете? Я вот так вот. Мой малый вот сидит. Это я ещё пока тут немножко проветривается. А так я вот так сплю. И сели в маске, чтобы не заразить сыну. Ну, уже два дня я так, короче. И сын от Фу-Фу-Фу-Здоров. Всё нормально. А у меня насморк только остался. Болело горло вообще. Я его вылечила хлоргексидином за два дня. То есть всё, перестала болеть горло. И вот сейчас акваморис. Короче, солёной водой полоскаю нос и пью ациллококцину. А, и ещё эти свечи. Вильпрофен. Вильпрофен, по-моему. Вильпрофен. Что-то такое. Ну, короче, мне беременные назначали их. И когда я болела. И вот сейчас. Да, вот на свету вроде бы ещё так ничего. Но вот, блин. Я вижу, я не могу, блин. И ещё эти корни, блин. Вообще, бред вообще. Я не знаю. Я сейчас ей перейду, скажу. Я хочу вот такое, такое, такое. Мне кажется, ей усложнило задачу, если честно. Ну, посмотрим, что она придумает с волосами. Короче, вообще трэш. Я вышла из салона. И уже темно. Включаю свет. Чтобы показать вам, что к чему. Ну, короче, меня покрасили. Вот я блондинка. Вот у меня затемнённые корни. Я ещё покажу вам при свете. Но сразу впечатление просто скажу, что это не совсем то, что я хотела. Потому что я хотела плавнее переход. Вот, то есть, пока он у меня такой, но, может быть, подсмоется чуть-чуть и будет нормально. Короче, я блонд. Приветствуйте меня. Ну, при таком свете, конечно, это... Ничего мне понять. Ладно, приду домой, покажу. Ну, вот я и дома. Вот, короче, цвет волос при свете моём домашнем свете. Ну, в общем, корни покрасили мне. Видите, я не... Ну, не такие корни я хотела. Хотела плавный переход. Вот где-то до отсюда, вот где-то. Чтобы было здесь так же белое. Но только переход. Вот где-то вот... Ну, короче, меня не так поняли. В общем-то, сделали такие корни. В общем-то, вот как-то так. В общем. Ну, сказали, что смоется, будет лучше. Ну, посмотрим. В общем, короче, я стала блондинкой. Если что, корни закрашу. Будут отрастать свои. Тоже будет неплохо. Я соскучилась за блонд. Я рада, что я блонд. Так что вот так. Пишите, как вам. В инстаграме, конечно, у меня уже давно фотки эти выставлены. Как будет это видео, я не знаю. Просто я заранее немножко всё снимаю. Чтобы точно были видео у вас каждый день. Вот. Ну, а мы пришли, как всегда. Я уже покормила, поела. И вот моя зайка требует уже внимания. Так что я побежала. В общем, в следующий день после моей покраски мы с сыном гуляем. Гуляем. Вышли. Сейчас покажу на свету вам. Сейчас выйдем на более ровную дорогу. Я на самом деле первый раз с ним гуляю гулять по райончику здесь. Обычно я его кладу в машину, мы едем куда-то и по торговому центру гуляем. Там тоже прохладно. Ну и пока там по улице какие-то дела делаем, проходим. Он успевает отдохнуть. Блин, у нас тут перерыли дорогу. Так неудобно теперь. В общем, вот моя Куда и при свете дня. Мне очень нравится. Свет мне как-то стало наконец-таки. Еще не стало далеко идти. На нашем районе вообще невозможно реально погулять. Все перерыто, что-то делают. Как эти, по колдобинам ездят. Вообще не варик. Короче, сейчас погуляем немножко и зайдем домой. Сегодня такой день невыходной, негулябельный. А, хотела же вам еще рассказать про коляску свою. У меня коляска Verdi Fio. Вот, смотрите. Сейчас она стоит у меня на люльке, которая в автомобиле. Честно говоря, мне ей удобнее пользоваться. Я вам показывала в рум-туре, что люлька, которая обычная, она у меня вверху закинута, она не нужна. Он как-то в ней не лежит. А вот эта вот автомобильная, он на ней так сколачивается, вот так вот и все, и лежит. А потом катается, вернется, крутится. Ему, короче, там слишком много места походу. Ну, для холода, если, да, на холод выходим. Вот. А эта мне очень удобно. То есть у меня три в одном. Она очень легкая. Я выбирала ее именно потому, что она легкая. То есть она, ну, катается просто вот одной рукой, переворачивается, поворачивается. То есть очень мягенько все делается. Вот. У нее вот здесь вот такие вот заклепочки. Вот Verdi Fio написано. Вот это вот для большой люльки. Вот. Но они неудобные, большую люльку. А для маленькой она встает вот в такие вот штучки. И очень удобно. Вот. За две вот эти вот потяну. С одной стороны и с другой. Она снялась. И также ее легко самой поставить. Здесь такая вот штука у нас есть для всякого хлама. Здесь еще сумка. Ну, просто я ее сейчас не взяла. Очень удобная вместительная сумочка. Ну, и также все, короче, там дождевик, все дела. А, еще, короче, к ней же прилагается уличная. Но это когда уже с полугода, по-моему, там, или с года. Уличная, прогулочная, короче, когда же ребенок сидит. Вот. Ну, очень удобная, честно говоря. Мне очень нравится. И вот я люльку, допустим, его положила, да, вот в эту, в машине. Также вот так взяла за ручку, поставила в колеса. Колеса у нас всегда в багажнике. И все. Потом вытащили, посадили в машину, и все. Кстати, у меня, смотрите, на машине уже вот такие наклейки. И, знаете, я вам рекомендую их. Они очень классные, потому что, когда я еду медленно по каким-то колдобинам, не все, короче, сзади понимают, что у тебя ребенок в машине, поэтому ты тупишь на дороге. И начинают там либо притык дышать тебе мордой фары там, ну, я имею в виду. Короче, в жопу дышат вот. Либо это, сигналят там еще. Ну, короче, вообще-то ты чувствуешь, как они думают, что ты тупишь и едешь. А у тебя просто маленький ребенок, и ты стараешься аккуратненько, аккуратненько проехать, всякие штуки. Блин, ветрено, холодно. Вообще не кайф. Что вот так вот приходится гулять, одеваться как следует. Во, мальчика моя засыпает, наконец-таки. Это смотрел. Смотрел в разные стороны. Короче, так. Сейчас хочу бровки пойти покрасить. Короче, потихоньку надо себя в порядок приводить. И буду заниматься спортом дома. Найду какое-нибудь классное занятие в интернете пока, потому что не могу ходить никуда. Ну, и на массаж, может быть, похожу. Мама часик посидит с малым. На массаж очень хочется. После родов, после беременности. Очень хочется. Мама часик посидит с малым. 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 Продолжение следует...